Реальный спорт Ульяновский студенческий спорт И, конечно, порадуемся успехом наших хоккеистов Ну, а еще больше новостей В бегущей строке нашей программы А я спешу представить нашего сегодняшнего гостя Дмитрий Кочкарев Депутат Ульяновской городской думы В которой он руководит комитетом по физкультуре и спорту Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Дмитрий, 2021 год, как известно, объявлен в нашей области годом детского спорта Ну, а вы еще координатор федерального проекта детский спорт А насколько гармонично наша инициатива вписывается во всероссийские начинания? Я думаю, что как никогда вписывается в полной мере Потому что после такого локдауна, связанного с пандемией Мы входим в наш рабочий ритм И как раз проведение такого достаточно масштабного мероприятия Именно на территории нашего региона Безусловно, заслуживает особого уважения И, конечно, мы все целы будем в нем участвовать Я думаю, что это мероприятие в течение года пройдет очень успешно И мы станем одним из лидеров детского спорта в России А вот как привлекать детей к занятиям спортом Конфедерация единоборств Мы увидим в нашем первом сюжете Один из тренеров областной федерации спортивной борьбы Семен Кривенко однажды взял на вооружение золотое жизненное правило Новое – это хорошо забытое старое И придумал проект «Время первых» А целевой аудиторией, как модно сейчас говорить, стали дети Идея привлечь для занятия физической культурой и спортом детей Которые еще этим не занимаются А для тех детей, которые уже тренируются и выбрали уже вид спорта Добавить соревновательные эффекты И подстегнуть мотивацию к занятиям физической культуры спортом Время первых – это командные соревнования по принципу веселых стартов И знаменитого царя горы В которого во дворах своего детства играли мальчишки многих поколений Поначалу состязание провели в борцовской среде Опробовали А затем в гости к юным борцам греко-ремского стиля Пригласили борцов вольников, тэквандистов, дзюдоистов и боксеров Мы пытаемся разбить виды спорта по семейным дружеским связям Борцы с борцами, игровики с игровиками, циклисты с циклистами И каждый вид спорта выберет специфичные для него полезные упражнения Поэтому время первых – это первый шаг, и я уверен, он будет не последним Состязание в формате стенка на стенку – всего 9 испытаний Упражнения продуманы так, чтобы дети смогли проявить самые главные физические качества Быстроту, силу, ловкость Инвентарь самый простой – гимнастическая палка, скопкалка, теннисный мяч, маты, ручной мяч Но зато эмоции у мальчишек хоть отбавляй Конечно, соревнования полезны очень Это первый опыт для детей Они приобретают его, учатся проигрывать, учатся побеждать В стартовых состязаниях проекта «Время первых» приняли участие 8 команд Победителя определили по олимпийской системе Недаром же одним из партнеров проекта стал Олимпийский совет Ульяновской области Около трех часов потребовалось, чтобы призы нашли своих героев В упорнейшем поединке за счетом 9-8 победу одержала команда борьбы Вслед за представителями клуба «Борец» на пенестал почета попали дзюдоисты А бронзовыми призерами стали юные спортсмены спортшколы Олимпийского резерва по борьбе Имени знаменитого тренера Анатолия Ивановича Винника Ну что ж, по-моему, прекрасное начинание конфедерации единоборств Но мне кажется, что участники проекта «Время первых» То, что они делали, это не совсем спорт Это, скорее всего, физкультура и общая физическая подготовка Вот на ваш взгляд, нужны ли такие акции, когда все наши спортивные школы переходят на стандарты спортивной подготовки? Такие акции, безусловно, нужны Потому что мы вовлекаем детей именно в среду спорта Поглощаем их хорошими идеями и занятостью Но необходим все-таки здесь дифференцированный подход И четко нужно разделять, что такое спорт и что такое физкультура Потому что спорт подразумевает высшие спортивные достижения А занятия физкультурные, это все-таки занятость детей И сегодня по формату перехода на федеральный стандарт Мы четко должны понимать, насколько мы готовы сегодня именно все спортивные школы Именно направить на направление спортивной подготовки Здесь действительно нужно четко регламентировать Все-таки, кто же у нас будет заниматься тогда физической культурой и занятостью детей Вот это, конечно, вопрос очень серьезный И спасибо, что как раз обратили на это внимание Ну вот областная школа хоккейная наша давно уже работает по стандартам спортивной подготовки И вот что из этого получается На твердую пятерку отработала нынешний хоккейный сезон Областная спортивная школа Олимпийского резерва по хоккею с мячом 2021 год стал лучшим годом в истории всего детско-юнорского хоккея с мячом региона Три команды по трем Розостам впервые за всю историю Ульяновской области Стали победителем по своим Розостам Еще команда одна заявала бронзовые медали Это 2008 год Первыми, а случилось это в конце марта, золотые медали выиграли юноши 2007 года рождения Команда Александра Малаховского победила не где-нибудь, а в признанной мяке русского хоккея в Красноярске Причем ульяновскую дружину не смутило даже поражение от хозяев на старте финального турнира Я сказал, что на этом турнир не заканчивается То, что у нас еще несколько игр впереди, надо играть, выиграть каждую игру Ребята установку своего тренера выполнили на все 100 Пять побед подряд в оставшихся матчах Наибольшее количество забитых мячей, 51 среди всех команд И двое наших ребят стали лауреатами первенства И все это при неистово поддержке своих родителей Только из-за поддержки Ну и материнская помощь, она как бы всегда необходима Но все же в хоккее играют настоящие мужчины И мы выступаем именно в роли болельщиков Мы такие мам-хоккеистов Хоккейные мамы В начале апреля второе золото для областного хоккея завоевали юноши 2009 года рождения Команда Вячеслава Бориса и Павла Янчикова Финальный турнир в родном дворце Волгоспортарена прошла на одном дыхании В семи играх шесть побед при одной ничьей За спиной мощные команды Красноярска и Хабаровска На этой неделе чемпионский хит-трик для областной спортшколы на своем льду Оформили ребята 2006 года рождения Первое место наша команда заняла в заключительный день Не смутило ни 13 число, ни соперник Сборную Нижегородской области разгромили со счетом 8-2 И сделали прекрасный подарок о дню рождения своего наставника Такого подарка у меня не было никогда Это действительно самый настоящий Такой очень приятный и заслуженный подарок Сразу несколько наших ребят 14-15 лет В этом году добились уникального результата Выиграли сразу два первенства страны В Красноярске и Ульяновске Егор Мурзакин, Алмаз Долгова, Дмитрий Махнаков, Андрей Асланов, Константин Куземин и Андрей Елизаров За будущее нашей хоккейной Волги Где сейчас играет 90% местных воспитанников Можно быть спокойными Дмитрий, а давайте сменим тему Что же мы о чиновничаем Да, о чиновничаем Вы когда в школе учились, выполняли нормативы ГТО? К сожалению, не успел Потому что когда я учился в школе К сожалению, система ГТО Советского Союза была развалена В связи с тем, что наступила эпоха перестройки Но сразу как только она была восстановлена Именно на нашем уровне, в городе Ульяновске Когда открылись новые центры Именно приема ГТО Я буквально совсем недавно Сдал все необходимые требования И получил золотой знак А в будущем будете участвовать на следующей ступени? Безусловно, у меня нет выбора Ну что ж, я не случайно завел речь о ГТО Потому что следующий наш сюжет о том Как в Ульяновской области Проходят мероприятия В рамках 90-летнего физкультурного спортивного комплекса В легкоатлетическом манеже «Спартак» Как обычно по будням Не пустует ни один сектор Тренажеры для фитнеса не исключение Четыре без рывочков Пять Сегодня здесь проходит очередной старт В рамках областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Представители нескольких муниципальных образований региона Стреляют из электронной винтовки Тягают 16-килограммовую гирю Подтягиваются, бегают Хотелось бы еще попробовать плавание Сдать, не знаю, как справлюсь или нет Потому что в Индии еще только говорят про бассейн Если строительство бассейна в Индии Это дело не самого обозримого будущего То открытие новых центров тестирования в регионе Вопрос практически решенный Ведь Ульяновская область та самая Где 7 лет назад предложили возродить Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс Именно поэтому свой 90-летний юбилей ГТО встречает как полноценный член спортивной семьи У нас планируется открыть центр тестирования В городе Ульяновске На базе спортивных объектов Также с 1 июня мы планируем Открыть центр тестирования в городе Димитровграде С открытием этих центров тестирования Мы охватим весь город И город Димитровград, что давно нуждалось в этом Инза, Старая Майна и Барыш Команды из этих районов области стали главными претендентами наперенства В очередном этапе фестиваля ГТО Пока женская половина команд соревновалась в гибкости Мужчины баловались гирей Я думаю интересно, нужно Потому что стремиться к спорту Молодежь подтягивать, чтобы развивать здоровье А не сидеть где-то в дворах Пить, курить Надо заниматься спортом 122 рывка Победитель с российских соревнований по гиревому спорту Михаил Симонов За 4 отведенных для упражнения минуты Едва вспотел И этот результат позволил команде из Инзы попасть в тройку призеров Серебро досталось спортсменам из Старой Майны А победила дружина из Барышского индустриально-технологического техникума Вы мастер спорта России по нескольким видам боевых искусств Ваш отец спортивный функционер известный А вот дети-то идут по вашим стопам? Безусловно И младшая, и старшая дочка Активно занимаются физкультурой Занимаются спортом Старший буквально недавно Выполнил норматив кандидата в мастера спорта Чему я как отец Очень сильно рад Благодаря наставников И тренеров, которые с ней работают И я думаю, что Дальнейшая ее судьба Как спортсменке Как активного ребенка Безусловно, наверное, будет определена Прежде всего ее трудолюбие А сколько ей лет? Ее 12 12 лет прекрасный возраст для того, чтобы совершенствовать Быстроту, силу и ловкость Не успеть оглянуться на студенткой станет Но я думаю, что спорт не бросит И поэтому ей после этого самая прямая дорога на универсиаду 108 пловцов из пяти вузов региона Вышли на старт бассейна «Торпеда», Где состоялся очередной вид областной универсиады Плавание По традиции последних лет Самыми реактивными на воде оказались Летчики института гражданской авиации У них два золота и два серебра в эстафетах Лидер команды УИГа Даниил Пулувытов Имеющий в своем активе мастерский разряд Также выиграл индивидуальный заплыв на 50 метров У нас собрались сильные ребята Все спортсмены С разных городов, областей Все хотят поступить в летные Высокий уровень, нужно спортивной подготовки Чтобы попасть на все специальности И вот, я думаю, все спортсмены Поэтому и собрались у нас в институте И у мужчин, и у женщин Первые общекомандные места выиграли студенты летного Впрочем, спортсмены Ульяновского училища Олимпийского резерва без боя не сдались У Оровцев аналогичная коллекция медалей в эстафетах По два первых и два вторых места Две недели назад мы провели первенство Техникума Олимпийского резерва по плаванию Отобрали сборную И на основании результата мы выставляем команду Юрий Александрович, за плечами которого 46-летний стаж работы в Ульяновском физкультурном Сетует, что в каждом наборе учащихся Есть проблемы с девушками-плавцами Но даже в этих условиях он растит своих чемпионок Дарья Гукова индивидуальный заплыв выиграла легко и уверенно Обновив при этом свой личный рекорд на полтиннике почти на секунду Я горжусь, что я выступаю за эту технику Потому что я показываю, насколько у нас хорошие спортсмены Насколько мы хорошо тренируемся Областные универсиады в нашем регионе проводятся уже больше 20 лет В последние годы битвы на спортивных площадках порой напоминали войны Накал борьбы за общекомандную победу был неимоверно высок Второй год подряд общекомандный зачет в универсиаде не ведется Награждает и участвует героев отдельно в каждом виде спорта В последние годы были недопонимания между вузами Были именно командная борьба по общекомандному зачету Были спорные моменты и с подставными спортсменами выяснялись такие ситуации Поэтому если такой формат на сегодняшний день без общего командного зачета приемлем, то мы за него Планируется, что следующий 2022 год в Ульяновской области будет объявлен годом студенческого спорта И именно наш регион претендует на право проведения Всероссийской универсиады Это осуществимо, но нам пока еще рано Потому что нам нужно еще многие виды свои привести среди студентов на уровень У нас не проводится соревнований среди студентов ни дзюдо, ни боксу, ни самбо Что входит во Всероссийскую универсиаду Впрочем, и бокс, и дзюдо уже включены в программу областной универсиады этого года Пловцы в областной универсиаде свои смотрины провели В апреле на очереди пулевая стрельба и бадминтон В мае легкая атлетика, бокс и спортивное ориентирование Ну что ж, 2021 год у нас будет годом детского спорта А дальше у нас, по-моему, объявлен год студенческого спорта Как думаете, логично? Абсолютно Я думаю, что это не случайно Потому что динамика развития как раз спорта Она многогранна и разносторонняя Поэтому я думаю, что буквально недавно к нам приезжал президент межстуденческого спорта Сергей Сейранов И я думаю, что который высоко оценил наш потенциал Я думаю, что мы вполне готовы будем принять в следующем году Это замечательное мероприятие И это будет, безусловно, очередным событием для нашего региона Ну что ж, а время нашей программы, к сожалению, подходит к концу У нас в студии был реальный мастер спорта России Дмитрий Качкарев С вами был Михаил Рассашанский И с вами был Реально Спорт Ульянск Встретимся через неделю До свидания Субтитры подогнал «Симон»